В Белом доме прошло очередное заседание правительства Ульяновской области. На повестке дня значился ряд вопросов, касающихся жизни региона. Первый из них – приведение областного законодательства в соответствии с Лесным кодексом Российской Федерации. Министр природы и цикличной экономики Дмитрий Федоров отметил, что в законопроекте собран и обобщен лучший опыт разных регионов по данному вопросу, а также прописаны два исключения. Так, заготовка валежника будет запрещена в заповедных зонах и на территориях промышленной лесозаготовки. Все эти участки выделены на местности специальными знаками. Прежде всего, это касается порядка сбора валежника, к которому мы относим всю отмирающую и погибшую древесину, которая находится на поверхности, на почве, на почвенном покрове в лесах Ульяновской области. Это сухие, ветровальные, снеговальные деревья и их отдельные части. Это стволовые ветви, это пни, которые могут использоваться в качестве дровяной лесосеки для заготовки жердей, ну и в целом использоваться в хозяйстве населением Ульяновской области. Председатель правительства Александр Смекалин поручил доработать этот вопрос в плане информационного освещения. Соответствующая информация должна появиться во всех сельских средствах массовой информации и на сходах граждан. Проговорить муниципальное образование, участие с включением в поездку дня на сходах граждан, плюс включить сюда нашу сеть сельских стадов, для того, чтобы это возникнуть на работу проводить. Следующий законопроект касался сохранения кадрового состава муниципальных служащих, занимающихся вопросами опеки и попечительства. Сегодня тенденция такова, что численность приемных детей растет, поэтому увеличивается количество работы, а как следствие – специалистов. Законопроект, который предусматривает установление единого критерия расчета численность специалистов как для городской, так и для сельской местности. Один муниципальный служащий на 2,5 тысячи несовершеннолетних детей, но не менее двух муниципальных служащих. В результате такого расчета численность специалистов по опеке и попечительству увеличится на 2 штатных единицы и всего составит 57 специалистов в области. Члены правительства единогласно проголосовали за законопроект по установлению соответствия классных чинов на государственной гражданской службе. Передачу из муниципальной городской в государственную областную собственность стадиона «Локомотив», а также безвозмездное пользование гимназии номер 34 здания по адресу Севастопольская, дом 14. Наталья Чуваченко, Александр Кудряшов. Новости Улправда ТВ.